Море цветов, слезы и боль в сердце, а прошедшая трагедия оживает перед глазами. На площади Ленина, около памятника Герою России Дмитрию Разумовскому, собрались ульяновцы, чтобы вспомнить всех погибших в террористических актах. Прошло 19 лет с того момента, когда группа вооруженных боевиков 1 сентября захватила школу номер один в Беслане. Только через три дня удалось освободить заложников. В результате погибло более 330 человек, в том числе 186 детей. Спасать детей погиб и наш земляк Дмитрий Разумовский. Митинг-реквием, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, открыл губернатор Алексей Русских. Он отметил, что 3 сентября занимает особое место в календаре памятных дат. Мы вспоминаем о всех тех, кто погибли от террористов. Мы вспоминаем всех тех, кто погиб, защищая мирных жителей от террористов. Среди них наш земляк Дмитрий Александрович Разумовский. Среди них десятки тысяч представителей силовых структур, в том числе и ребята, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, которые встали на путь нацизму и терроризму. Память сослуживца пришел почтить участник трагических событий в Беслане, президент Ассоциации ветеранов группы специального назначения «Вымпел» ФСБ России Валерий Попов. Волей судьбы Валерий Владимирович оказался среди тех, кто помогал выносить раненого Дмитрия Разумовского с поля боя. И сегодня это не только день памяти воинам, нашим спецназам погибшим тогда 19 лет, защищая детей. И памятник Дмитрию Разумовского сегодня памятник увековечивания вот этому солдату нашего отечества. А ребенок, который у него на руках, это символ нашей будущей России. Его нужно защищать, его нужно беречь. Постоянными участниками митинга «Реквиема» являются ветераны Вооруженных сил России. Среди них подполковник в отставке Марс Саяпов. В начале специальной военной операции он рвался на передовую, но военкомат добро не дал в силу его возраста. На тот момент бывшему начальнику разведки было уже 65. Однако он нашел способ помочь нашим бойцам, наладив канал доставки гуманитарной помощи. У нас есть с Дмитрием Разумовским общие знакомые. Они в основном в Москве, семья в Москве живет. Отзывы очень хорошие. И каждый раз мне звонят, говорят, не забудьте Диму посетить. Ну мы, естественно, 3-го числа каждый год посещаем, возложение цветов производим. В память о жертвах терактов участники возложили цветы к памятнику герою России Дмитрию Разумовскому и почтили погибших минутой молчания. Ирина Антонова и Бахтияр Салтанов. Уллправда. ТВ.